Сегодня знаменитый бытхинский теренкур, который начинался от санатория Ворошилова и заканчивался на самой вершине горы бытха, забыт и заброшен. В начале нулевых со стороны моря сюда потихоньку стала заходить тяжелая техника. Тогда же и началась эпопея противостояния общественников с частными застройщиками. Она продолжается до сих пор. И это несмотря на то, что в микрорайоне сегодня проживает около 20 тысяч человек. Вверху еще не дошли строители, наши замечательные застройщики. Внизу, вот мы вам всю информацию предоставим, к сожалению, подъезда быстрого нет там, но там кошмар. Потому что здесь красота, деревья и так же было и внизу. Теперь там вместо общедоступной дороги, частная, заборы, дома, абсолютно разные дома. И эти дома стоят вот в этой красоте. Если и дальше так пойдет, то через несколько лет от леса не останется ничего, уверены местные жители. Этого допустить нельзя, считает глава Сочи Алексей Копайгородский. Есть поручение губернатора Краснодарского края о сохранении всех зеленых зон, и его необходимо выполнять. Ранее большая часть этих земель входила в состав Сочинского нацпарка. Сейчас они находятся в собственности у Росимущества. Задача первоочередная – присвоить зеленому массиву статус особо охраняемой природной территории. В ближайшее время будет инсейнер-рабочая группа по сохранению всех земель, которые здесь находятся, и недопущению, чтобы здесь кто-то что-то застраивал. Потому что мы сами видим, все, что мы прошли сегодня – это достояние наследия советского времени. Вместе с тем, как вы говорите, чтобы здесь ничего не застроилось, нужно, чтобы здесь была и соответствующая инфраструктура, пешеходные дорожки, какие-то элементы благоустройства для того, чтобы люди здесь спокойно гуляли. Освещение здесь же в ночное время спокойно пройти нельзя. А чтобы аппетиты частных застройщиков не добрались до самого верха горы Бытха, общественников призвали работать в тесном взаимодействии с администрацией и правоохранительными органами.